Рабочий визит латвийского посла на Брещину начался с официальной встречи с вице-губернатором региона Михаилом Серковым. На повестке дня обсуждение потенциальных направлений для более тесного взаимодействия. Несмотря на то, что между разными районами Латвии и Беларуси уже действуют порядка 30 соглашений о сотрудничестве, пока нет оснований говорить о том, что это самостоятельно активные партнеры. Оживить диалог, по мнению заместителя председателя Брестского областполкома Михаила Серкова, призваны экономические связи двух государств, потенциал каждого из которых пока еще изучен не до конца. Все-таки мы ворота. Мы ворота между Европейским союзом и Евразийским союзом, поэтому этим нужно грамотно пользоваться. Я надеюсь, что данный визит позволит господину послу глубже и больше ознакомиться с Брестской области, тем более, что это его первый визит на нашу землю. Он увидит интересные места, красивые места, он увидит наши предприятия, он увидит свободную экономическую зону Брест, сам город Брест, Березу, Брестскую крепость. Я надеюсь, что это станет хорошей основой и платформой для дальнейшего сотрудничества. Объем внешнеторгового оборота между Брестской областью и Латвийской республикой за 2015 год составил порядка 9 миллионов долларов. Однако эта сумма не предел. Наиболее актуальными и перспективными направлениями были и остаются вопросы инвестирования для создания совместных предприятий, тема развития сети логистических комплексов, а также интеграция Беларуси в Болонский процесс, в реализации которого, по мнению латвийского дипломата, на его родине преуспели. У нас есть такой опыт, и мы готовы поделиться, если есть соответствующий интерес. Но это, разумеется, мы должны говорить более конкретно с специалистами по этим вопросам. Но насчет Болонского процесса это очень важно, важно для молодых людей, окончающих вузы и так далее. Это приравнивает в целом конечный продукт, это приравнивает дипломы европейские. То есть вы можете и работать своим дипломом, и наоборот. Так что это довольно сложный адаптационный процесс, в котором мы участвовали, все проходили. Могу заверить вас, что это можно делать. Беседа об активном взаимодействии продолжилась в стенах Брестского горисполкома. В диалоге с иностранными гостями мэр города Александр Рогачук неоднократно подчеркивал, дружба между городами-побратимами – залог эффективного партнерства. Причем касается это самых разных, на первый взгляд, противоположных направлений. Тогда не останутся без внимания совместные производства. Тогда будет активнее развиваться партнерство между отдельными учебными заведениями. Тогда начнет работать тур-направление. Есть какой-то взаимный туристический интерес. Есть взаимный… Это рядышком, во-первых. И Рига, конечно, прекрасный город. Тут мы не будем скрывать. Равно, как я абсолютно не исключаю и туристический интерес к городу Бресту. Все-таки потенциал большой. И, собственно, городской, и крепость. Для кого-то такой ностальжи может быть элемент. Да, для кого-то новые открытия в той же крепости, как фортификационного какого-то шедевра в какой-то мире. Беновичская пуча. Ну, это все вы прекрасно понимаете. Пока Латвия в силу своего географического положения является для Бреста терра инкогнито. Однако, как пообещал Вирсис Мартинш, эта формулировка скоро будет совершенно другой. Другой два народа, два государства имеют много общего. А потому, возможно, уже скоро можно будет говорить о новых интересных контрактах, новых предложениях и новых городах-попротивах.